Четвертый тур летнего первенства Москвы по футболу И хозяева Московский Спартак Красно-белая Михаил Любимцев на воротах Номер 25-й Миронов Сергей 24-й Артем Сокол 3-й Мамин Артем 4-й И Щербаков Константин номер 5-й Справа в защите в первом тайме играл Андрей Шигарев Но получил он небольшое повреждение И был заменен на Егора Сидорука Проводит сейчас атаку красно-белая Продолжу я состав после этой атаки И здесь в мяч играл показывает судья против горовых соперник Спорное решение арбитра Но оставим его на его усмотрение Продолжу составы Гордеачук Назар у нас играет слева по защите номер 9-й Данил Горовых в центре номер 27-й Лялюшкин Артемио номер 26-й Милкадзе Георгий номер 10-й И нападающий командой Дмитрий Мальков номер 11-й Лялюшкин в первом тайме начинал на правом фланге Потом после замены травмированного игрока Он сместился в центр На место Мамина А Мамин Спустился В центр защиты Таким образом Сидорук Оказался на правом краю полу защиты Сидорук Получает сейчас мяч Нет, не получается Слишком сильная была передача И улетел мяч за пределы поля Первый тайм прошел при позиционном преимуществе красно-белых Создали они три очень хороших момента И в штангу попали один раз Но не получается пока забить Не получается реализовать момент В перерыве Владимир Бесчастных Сказал одну очень громкую фразу Что вы, ребята, играете очень хорошо Но не хватает вам всего лишь одного Это забить Сидорук боролся на правом краю штрафной площади Суета здесь И суета заканчивается дальним и неточным ударом Данила Горовых 43-я минута 0-0 Ну совершенно никуда не торопится вратарь гостей Уже на 43-й минуте Интересно, а футболистов Локомотив вообще счет устраивает? То, что он не устраивает красно-белых Это совершенно точно Сокол хорошо боролся за верховое единоборство Здесь в подкате летит Горовых Чисто сыграл Сидорук переводит налево на Мелкадзе Нет, это был Не Мелкадзе Это был Гордиачук Гордиачук сейчас и будет сбрасывать из-за боковой Миронов В центр на Щербакова Горовых Горовых разворачивается Искал адресата передачи Но нашел только Ближнего партнера слева Сокол Нет, не Сокол Это Сергей Миронов, конечно же Сокол играет справа Снова Миронов Хорошая передача в центр на Маликова Маликов отыгрывает грудью Мелкадзе Горовых Горовых здесь борется Хотел нарушить правила На счастье это сделать не удалось Потому что было бы предупреждение Если бы упал игрок гостей Щербаков с мячом Лялишкин в центре Принимает мяч Разворачивается Оглядывается И запускает Нет, не запускает Продолжает бег Совершенно на один В окружении двоих соперников И защитник локомотива Вбивает в подкате мяч За пределы поля Сидорук будет сбрасывать аут Маликов Снова Сидорук Снова Маликов Маликов на правом краю штрафной площади Под правую ногу подрабатывает себе мяч Но нет возможности для удара И придется снова искать помощи Среди партнеров Сразу два предложения у Маликова Но он выбирает третий Третий и самый неправильный Он упускает мяч за лицевую линию Пять раз можно было отдать Действительно Подсказывает своему нападающему Наш тренер Владимир Бесчастных Но на то он и нападающий Чтобы решать эпизоды в одиночку Отворот Выносит Акишин Пропускает мяч Сокол Щербаков Отыгрывает на вратаря Любимцев Снова на Щербакова Лялюшкин Тянется до мяча И получает его В центр на Горовых 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 Хотел перести налево Но передумал Дает на Маликова Маликов уже налево на Мелкадзе Мелкадзе простреливает Казал, что попал мяч в руку О, а вот здесь уже штрафной удар Штрафной удар прямо Непосредственно близости от штрафной площади Метров 18 до ворот Очень хорошая точка для правоногого футболиста И будет очень опасно Данил Горовых Хотел пробить И еще один удар Вратарь тащит И забирает мяч в руки Под стенкой хотел пробить этот штрафной Данил Горовых Но стенка хоть и подпрыгнула Но все-таки как-то ногами мяч зацепила А повторным ударом С повторным ударом Галкипер гостей справился Здесь Мамин хорошо играет вверху Отыграет на Мелкадзе Щербаков Снова Мелкадзе Теряет мяч Прессингует на чужой половине поля Пятеро спартаковцев И заставляет отболистов Локомотив Выбить мяч Выбить безадресно Лялюшкин Лялюшкин в центр на Горовых давал пас Но 12 номер гостей подбежал И в последний момент его прервал 48 минута встречи Спартак Локомотив 0-0 Команда 97 года рождения Очень плотная борьба у нас на поле И несмотря на то, что 0-0 Если честно, игра смотрится Мелкадзе Мелкадзе уходит от двоих Не могут те его догнать А Мелкадзе В район Вратарской хотел сделать передачу Но совершенно в другом направлении Убежал Гордиачук И Мелкадзе недоволен Что не понял его замысла в партнер Чербаков Длинный перевод налево Длинный и похоже, что Нет, на самом На самой линии догоняет мяч наш защитник Но все-таки упускает его За боковую и будет аут Локомотив с мячом Играет через вратаря Длинный вынос на левый фланг Здесь Сокол Чербаков Опускает мяч и играет назад на вратаря Снова получает Чербаков мяч Поднимает голову Мелкадзе очень глубоко отходит назад Чтобы разгонять наши атаки В направлении Лялюшкина была передача Лялюшкин мяч не получил И футболисты локомотива атакуют На правом краю штрафной площади Удар Ох, какой сейф ротаря И надо вынести Разрелитесь обстановку Да Вот вам и момент Айда Михаил Любимцев Айда Браво Вытащил он Казалось безнадежный Удар после Опаснейшего момента Правым краем Атаковали гости Сделали адресный навес Во вратарскую И оттуда наносил нападающий удар С близкого расстояния И удар-то получился А это Михаил Любимцев Вот так Атаковали, атаковали И получили опасный момент у своих ворот Лялюшкин Надо поаккуратнее играть сзади Мелкадзе Навес А что здесь? Да в общем-то ничего Угловой 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 отправляется Разыгрывать или подавать Гордиачук Там рядом и Мелкадзе Наверняка будут Разыгрывать с ближним Хотя нет Мелкадзе Всем советам показывает Что будет подача Подача Здесь надо побороться Здесь вроде бы первым у мяча был Егор Сидорук Но В последний момент Защитник выбил мяч И не дав нашему игроку В лучшему замену Ударить Сокол Сокол совершенно один Мамин Сидорук Сидорук на правом краю Заброс В штрафную Здесь можно побороться Но ставит корпус Защитник гостей Ратибор Гусарь И позволяет Галкиперу мяч забрать Очередная потеря Красно-зеленых Вернее, бело-зеленых Если судить по сегодняшней форме Горовых А Горовых все время Под левый мяч подрабатывает Интересно, почему Тот штрафной удар Он пробивал Хотя точка была Для правоногого Ну, наверное, он владеет Правой ногой Тоже достаточно хорошо А здесь неточный пас И будет аут Надо соколу поставить корпус Нет, не получается у него это сделать Здесь обыгрывает 17 номер гостей Двух соперников Но тут как тут Мамин Заставляет его немножко Сбавить скорость И был Сочный удар по ногам Нашего футболиста Со стороны нашего футболиста И будет свободный Будет штрафной Обошлось, кажется, без предупреждений Подзывает Щербакова Главная орбита встречи Антон Фролов К себе И какую-то пометку В блокноте делает Похоже Без желтой карточки Но в следующий раз За подобный фол Будет вынесено предупреждение А что у нас здесь? Будет ли дальний удар? Да, судя по разбегу Будет, безусловно, удар Ставит стенку из Трех футболистов Михаил Любимцев И немножко тревожно Не знаю почему Разбег Удар И намного выше Намного левее Это не опасно Да, торопится Михаил Любимцев Три победы одержала наша команда В этом летнем первенстве Сыграв с ФШМ Торпеда и Динамо И пока в четвертой Сделать это не получается Вся третья минута встречи 0-0 Теряют мяч на своей половине Наши футболисты Здесь, здесь Ох, ох, ох Какой момент И в мяч влетает Все-таки в наши ворота Это Сергей Серченков Забил Получили мы все-таки мяч Очень обидно Там все Подняли руки вверх Требуя пенальти На левом краю Штрафной площади Но игра в этот момент Продолжилась И футболист Лока Пробил поворотом Свои ворота На 53-й минуте И надо исправляться Надо исправляться Так, как это делали Команды Более младшие Как это делал 98-й год Как это делал 99-й Они тоже проигрывали В ходе встречи Но сумели ситуацию Справить И в итоге выиграть Лялюшкин Подрабатывает Под правую ногу Удар поворотом Хороший резанный Плотный удар Но Правее мяч полетел Не реагировал На него вратарь Ему было видно Что, видимо Мяч летит сильно мимо Но претензии За своим защитникам Он высказывает Чуть больше 35-ти минут Играть еще в этой встрече 0-1 Времени Вагон и маленькая тележка А может даже и большая тележка Чтобы забить И надо футболистам Немножко просыпаться Футболистам нашей команды 25 минут Да, конечно же По 40 минут Играют футболисты Лялюшкин в центре Перехватывает 17 номер гостей И здесь Горовых Горовых уходит от соперника Пасует налево На Мелкадзе Мелкадзе Здесь устроил Небольшую возню И мяч потерял Аут Будет сбрасывать Спартак Лялюшкин Лялюшкин в центре поля Щербаков Перевод направо Здесь Сидорук Сидорук принимает на грудь Грубовато встречает его защитник Илья Плаксин Бордует его просто в сторону Сидорук На Мелкадзе Маликов Маликов на правом краю Углового флажка Нужна помощь ему Хотел заработать Маликов Видимо угловой Но защитник Не дал ему это сделать И здесь убегает Десятый номер Гостей Сергей Сеченков Автор забитого мяча Хорошо встречает маме Надо ставить корпус И вынести мяч в аут Не в коем случае Не на угловой Но все-таки угловой Будет прибиваться Перехватили футболисты Локомотива Немного Инициативу Чаще чем в первом тайме Они начали подходить К воротам Спартака И как видим Создали два опасных момента Один из которых Обернулся пропущенным мячом 56-ая минута 0-1 Угловой Разыгрывает с ближним Здесь Лялюшкин перед мячом Прострел низом Хорошо играет Щербаков И мяч выносит Никита Козловский Сбросил на партнера Аут Что у нас здесь А здесь у нас Удар от ворот И уже очень торопится Михаил Любимцев Пасует на Мамина Мамин слева И Данил Горовых И Данил Горовых Данил Горовых Направление Маликов с мячом Направо седоруку Седорук входит в штрафную Подает И точно в руки вратаря летит мяч Хотя тут набегал Маликов И готов был замкнуть Эту передачу Показывает Александр Акишин Что ему больно Что Маликов Задел его Когда шел до конца На передачу Сложно судить Так ли это было Или просто Галкипер тянет время И свободный удар Замену Футболисту Локомотива На поле выйдет Алексей Носков Меняет он Никиту Козловского У Спартака Одна замена была В первом тайме На поле вышел Напомню Егор Седорук Длинный вынос мяча Здесь Сокол Поталкивал спину соперника И Нарушил правила Очередной свисток Судьи Очередная остановка Встречи Мешает это Нашим футболистам Сбивает Ритм И Илья Плоктин Будет разыгрывать Свободный удар Пасует он назад Здесь Милкадзе Прессингует защитника Дворецков Передача на правом направлении Журина Журин там В подкате В падении Догоняет мяч Направо в краю И И снова Может быть опасный удар Как же так Оставляют раз за разом Наши защитники Серченкова Он уже забил один мяч И снова Выходил на ударную позицию Да не было там Никакого пенальти Надо желтую карточку Показывать за симуляцию Да Так и происходит Вышли на замену Дрыков Получил желтую карточку За симуляцию Свободный 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 Лялюшкин Подвигает к мячу Получает передачу Посовывает назад И длинный вынос вперед Здесь Маликов Включается в борьбу Нет не включается Далеко от него Летел мяч Лялюшкин Сидорук На правом краю Лялюшкин Снова Сидорук Хорошая передача На Мелкадзе Мелкадзе может смещаться И пробивать с левой Медлит Мелкадзе Удар поворотом И Над правой девяткой Пролетел мяч Очень опасный момент Эх Чуть-чуть не хватило Мелкадзе Плотный, сочный удар Получился у него Сильный Но не попал К сожалению Он поворотом Будут Будут еще моменты У нашей команды Обязательно Но надо их реализовывать Надо более бережно Относиться К голевым ситуациям В первом тайме Напомню Очень опасные Моменты Раз за разом Возникали у чужих ворот Но никак Не хватало нам С реализацией Сидорук Выбил мяч За боковую Илья Плаксин Здесь борьба На правом краю Нашей защиты И пятый номер Хорошо проталкся мяч Но судья показывает Что было какое-то нарушение А, это было положение Вне игры Оффсайд зафиксировал Боковой арбитр И с мячом Щербаков Маликов Маликов неаккуратно Отыграет назад Небрежная Небрежная передача Перехватывает ее гости Здесь нарушение правил И, наверное, будет желтая карточка Маликову Маликов Отдал неточную передачу Ринулся И справляться И сзади двинул по ногам Игорю Дрыкову До что заслуженно получил Желтую карточку Филипп Дворецков У мяча Капитан Локомотива А у Спартака Готовится Замена Егор Горобцов Выйдет на поле Разрешает И главный арбитр Встречи провести Замену Нет Все-таки Отложили на потом Подача в штрафную Выходит Михаил Любимцев Забирает мяч в руки И скидывает Ближнему Там Горовых с мячом Отыгрывает назад На Мамина Мамин хотел сыграть На Горде Чука Но не дошла до него передача И очередная потеря Чербаков Головой назад вратарю Здесь спокойно Снова Чербаков с мячом Поднимает голову Длинный перевод На левом направлении Мелкадзе Не точно И Назар Горде Чук Будет сбрасывать Аут Нет Уступает Отправо Он Сергею Миронову И все-таки Пришло время Для замены Лялюшкин Уходит с поля Выходит Егор Горовцов Лялюшкин Начинал на Правом фланге Полузащиты Потом сместился В центр И сейчас Вот Отправляется Отдыхать Аут Сергей Миронов Сбрасывает На Мелкадзе До того Мяч не доходит Игровых Игровых Рьяна Рьяна Борется Там На правом краю И Будет Аут Аут В пользу Локомотива Прерывает Передачу Сокол Кипьяни В пятером Пришли В чужую штрафную В район Чужой штрафной Гости Четыре человека Осталось Сзади Да У них Еще Презела Была Пределена Замена Игорь Никульшин Вышел на поле Вместо Ивана Журина И Штрафной Удар Михаил Любимцев Контролировал Ситуацию Проводил Мяч За пределы Поля И спешит Выполнять Пас Ближайшему Угроку Миронов На левом краю На Мелкадзе Мелкадзе На Маликова Маликов На Сидорука Снова Атака Правым флангом Забегает Там Сокол Получает мяч Сокол Справа Края Пытался Обыграть Защитника И тот Кажется Сыграл рукой Нет Рукой Как раз Сыграл Артем Сокол И собрал Пребивать Локомотив Выступают Они Друг Друг Право Это сделать 66 Минута Встречи И пока 0-1 Здесь здорово Борется Сидорук Первым выскакивает На этот мяч Но скидывают Его чужому И атака Через правый край Локомотива Смещается В центр Игрок Краз Зеленых Дальний удар Поворотом Хорошо Что Щербаков Подставляется Под этот удар И не доходит До вратаря Мяч А здесь Фол 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 против Гордиотчука Горовых Горовых Намилкадзе В центр Сидорук Жесткого Встречают Гости Но в пределах Правил Здесь не получается Угровых Прерывать Эту передачу Ох Какой опасный момент Может сейчас Получиться Хорошо Что ставят Корпус Щербаков И Выцарапывать мяч Просто у Сергея Щерченкова Не давая тому Вырваться на Свободное пространство Да Сергей Щерченков Создает трудности Нашим защитникам Один мяч Он уже забил И сейчас Мог иметь Голевой шанс Горовых Милкадзе Ну надо что-нибудь С нашим капитаном Придумать Сейчас Придумывает он Передачу назад На Горовых Маликов На правом фланге Обыгрывает троих И получает по ногам Как нет Показывает Что можно играть Арбитр И там Выполнял передачу Справа Края штрафной площади Милкадзе И попал Прямо вратаря Николай Кипиани Бежал по левому флангу Заставил наших игроков Выбить его За боковую И взбрасывает сейчас Аут На Плаксина Щербаков Здесь внимательно Ухой убегает К головому флажку И там Позволяет Мячу уйти За пределы поля Аут Надо кому-нибудь Подбежать Из наших футболистов Чтобы Был адресат передачи Но никто не подбежал И пришлось далеко Бросать Нашему игроку Мяч И в итоге Упускаем мы его За пределы поля Дрыков Там боролся И длинный вынос И за пределы поля Улетает мяч Да Тут бы усилить игру Но к сожалению Некем На замене осталось Только вратарь Александр Соколов И Олег Егоров Очень короткая скамейка У нашей команды Приходится выкручиваться Своими силами Трудности закаляют Будем надеяться Что они закалят И наших футболистов Маликов На Седорука Седорук не дотягивается И Аут Плаксин Почему-то никто Раз за разом Не встречает Пятого номера Гостей Дрыкова Тот убегает К воротам И вот сейчас Последний момент Пришлось уже нарушать Правила Чтобы не дать Разогнать атаку Белозеленых По катящимся мячу Был произведен удар Надо перебить Филипп Дворецков У мяча Ищет Адресата Находит его Здесь втроем Встречают 17 номера Наши игроки Алексей Носков Вышел на замену Он пытался навесить Штрафную Не получилось У него это сделать Навес прервали И Аут Будет в пользу Локомотива Николай Кипьяни У мяча 70-я минута У нас сейчас Заканчивается 10 минут Совсем чуть-чуть Еще играть 0-1 К сожалению Пока 0-1 Михаил Любимцев На Мамина А Мамин На Щербакова Горовых Горовых в направлении Гордеючука Не дошла передача Снова футболисты Лока получают мяч Николай Кипьяни Будет оправдывать Свою фамилию Делать какие-нибудь Чудеса с мячом Но нет Кипьяни Уходит Уходит От Сокола Ставит корпус Но Сокол Грамотно Выбирает позицию И Отнимает мяч Пасует на Горовых Горовых на Милкадзе Милкадзе Ставит корпус Уходит Соперника Сзади летит в подкате Дрыков И мешает нашему Капитану Начать Атаку Дрыков Снова получает мяч И опять его никто не встречает Опять он прибегает Спокойно Метров пять Здесь хорошо играет В отборе Гордеючук И мяч у Горовых В центре поля Милкадзе Направо На Маликова А если Маликов На правом краю То кто у нас в нападении Маликов обыгрывает Под левую ногу Пасует Играет в стенку Получает мяч Горовых Хорошая по замыслу Передача была на Гордеючука Но разгадали Ее Футболисты Локомотива И прервали И аут 72 минута 8 минут еще играть Здесь футболист Локомотива Борется за верховом единоборстве Скидывает мяч чужому То есть нашему Щербаков Хороший наброс В район центрального круга Пытался Горовых убрать мяч Под правую ногу Но Перехватили У него мяч И снова ничего опасного Не получилось Мамин Получает мяч Пасует на Щербакова Щербаков На Гордеючука Здесь Маликов Борется Милкадзе Милкадзе Убирает мяч под себя Пасует на Сидорука Сидорук подает Здесь можно побороться Здесь можно Выпрыгнуть Выпрыгивал Гордеючук Но не достал до мяча Подобрали его Наши футболисты Миронов там на Левом краю Щербаков Горовых Надо дать Наверное на Миронова И здесь нарушение правил Нарушение правил Прямо на углу Штрафной площади Не хочется говорить Что это один Из последних шансов Но надо бережно Отнестись к этому эпизоду Попробовать Излечь из него Максимум А у мяча Капитан команды Георгий Милкадзе В шестером Футболист Спартака В чужой штрафной Один Егор Сидорук На подборе И лишь двое В районе центрального круга Сторожа от одинокого Форварда Локомотива Георгий Милкадзе Подача Или это удар Поворотом был Мяч летел Низко И попал В защитника Локомотива Сокол Хорошо, что не пропустил мяч А то, если он его перескочил То мог убежать Футболист Локомотива Милкадзе Очень жесткое единоборство Милкадзе Как ни в чем не бывало Встает и продолжает борьбу И летит в очередной подкат Ох, какой Милкадзе Красавец И нарушил правила И, наверное, заработал желтую карточку За усердие Да, желтая карточка Предупреждение Капитана нашей команды За нерунодушие За то, что он не может смириться С поражением Да и не смирится Никто из Спартаков не смирится До последних секунд Я в этом абсолютно уверен А пока штрафной удар С правого края По свистку Длинный вынос Миронов там боролся Здесь борется уже Горовых Сидорук В центре Передача назад А поаккуратнее надо играть Мамину Мамин играет хорошо И Миронов Заброс на Маликова Снова надо бороться Срезку делает футболист Лока Сидорук Прессингует и Хотела сказать, что Приводит этот прессинг К потере мяча локомотива Но тут же Спартаковцы ответили взаимностью И тоже потеряли Дреков на левом краю И зарабатывает для своей команды угловой 76-ая минута И угловой у наших ворот В правильное положение Надо поставить мяч За пределы сейчас линии Кипиани Обыгрывает Мелкадзе Между ног Эффектно Снова Кипиани Обыгрывает еще раз И уже немного Не Кипианский Друг он делает Промахиваясь по мячу И упускаю его за Лицевую Горовых Налево Сильно Не догоняет мяч Егор Горобцов Вышли на замену Потому что было Слишком высоко И не точно В центре поля мяч Здесь Горовых Горовых все время Пытается подработать мяч Под другую ногу Если он получает под правую То подрабатывает под левую И наоборот И часто Футболист Локомотива Разгадывает маневр И мяч у него отбирает Дрыков С мячом Кипиани Подрабатывает под правую Удар поворотом Попадает мяч в Щербакова Щербаков От Щербакова отскакивает К Мамину И Мамин разряжает Обстановку Выбивая В аут Да Не так как хотелось Проходит последняя Минута встречи Не на чужой половине поля К сожалению 78-я минута Совсем ничего Еще играть На правом краю мяч Безадресная передача В нашу штрафную Здесь здорово борется Сидорук Выцарапивает мяч у Кипиани И можно пробежаться А можно сделать пасть в центр Горовых Сидорук Сидорук Маликов 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 обыгрывает одного Пытается обыграть другого И получает по ногам Теперь уже Справа края штрафной площади Будет пробиваться свободно Это идеальная позиция Для левоногого Теперь уже игрока Хотел Маликов быстро Зарегать эту свободу Не дал ему судья это сделать Наверное и хорошо Что не дал Потому что не готов был К передаче Партнер А теперь Опасную передачу Опасный навес Штрафную У мяча Назар Гордиачук Также перед мячом Футболист Локомотива Ждет он пока Его судья Прогонит Из пределов радиуса Отведет на положено 9 метров Стенку из двух футболистов Ставит вратарь гостей У мяча Напомню Гордиачук Ну давай Придумай назад Что-нибудь 79 минута Подача Бороться Это высокая подача Была полудар Полуподача И Александр Акишин Мяч забрал Длинный вынос Вперед В район Центрального круга Здесь Мамин Подталкивает Немножко соперника Не замечает Это арбитр И игра продолжается Прямой ногой Шел Маликов Показывает боковой арбитр Это главному Рефери Или это был офсайт Да, это был офсайт И снова мяч локомотива Филипп Дворецков Длинный заброс В направлении Кипиани А Кипиани даже не бежит Слишком далеко Здесь Сокол Ставит корпус И Провожает мяч За пределы поля А теперь надо придумывать Что-то самим Стремительно Тает время Просто Осталось играть Полминуты Основного времени Добавлено много не будет Потому что остановок Как таковых-то и не было Да и играют футболисты Всего по 40 минут Так что Теперь уже можно смело сказать Что сейчас Это действительно Последний шанс Сравнять Счет нашим футболистам Маликов получает по ногам Как не Как не было штрафного Главный арбитр встречи Показывает Что чисто выбил мяч Из-под ног Маликова Соперник Но все-таки показал Что задел ноги Седорук На правом краю Маликов Маликов снова пытался Обыграть двух соперников Сразу И свисток Финальный свисток Футболисты Московского Спартака Проигрывают К сожалению Встречу Домашнюю встречу Локомотиву Это был матч Команда 97-го года рождения В середине второго тайма Единственный мяч В этой встрече Забил нападающий Гостей Сергей Серченков Таким образом Это первое поражение Нашей команды 97-го года рождения Остается у них По-прежнему 9 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok